Райские птицы это не герои сказок, а самые что ни на есть реальные животные. Эти фантастические птицы являются ближайшими родственниками наших обычных ворон, сорок и воробьев. Их гордостью и украшением является яркое и необычное оперение, которое не увидишь на других птицах. Вокруг этих птиц ходили различные мифы и легенды и самый распространенный из них, это то, что у райских птиц нет ног. А поводом к этому послужили несколько птичьих шкурок, которые были завезены испанцами, в частности одним из капитанов экспедиции Магеллана с Малукских островов в Европу в 1522 году. У шкурок не было ног, после чего стали распространяться слухи, что эти птицы всю свою жизнь живут в воздухе, питаясь небесной росой, а самки высиживают яйца на спинах самцов во время полетов. На самом же деле это обычные птицы, правда, чертовски красивые, которые относятся к отряду воробьинообразных. Всего насчитывается около 45 видов этих птиц и практически все из них обитают на Малукских островах, в Новой Гвинеи и близлежащих островах. Дать общую характеристику райским птицам немного сложновато, так как каждый вид имеет свои особенности. Если говорить в общем, то у большинства из них яркое оперение, у некоторых темное с металлическим оттенком. Преобладают красные, синие и желтые цвета. На хвосте, голове или же по бокам расположены перья для украшения. Чаще всего самую красивую окраску имеют самцы. Лишь у нескольких видов райских птиц самки тоже могут похвастаться столь красивым оперением. Хвост может быть прямым или длинным ступенчатым. Но у каждого вида этой птички есть свои особенности во внешнем виде. Всех их не перечесть, поэтому быстренько ознакомимся только с несколькими из них. Например, у шестиперой райской птицы, пара Теолойси, на голове красуются шесть тонких и длинных пера с кисточками на концах. Во время брачных танцев самец распускает их перед самкой в виде зонтика. Голубая райская птица, парадисия Радолфи, может похвастаться необычным способом демонстрации своей красоты во время брачного танца, во время которого самец, повиснув на ветке вверх головой, распускает свои синие перышки. Еще одна райская птичка, ленточная, астропия Майери, является обладательницей самого длинного хвоста среди остальных видов. Его длина в трех раза превышает длину самой птички. За свою сказочную красоту райским птицам пришлось серьезно поплатиться. В 19 веке ради необычных перьев начался их отлов. Они шли на украшения дамских шляпок и других изделий. За несколько лет немецкой колонизации северо-востока Новой Гвинеи с этого острова было вывезено около 50 тысяч шкурок этих птиц. Слава богу, в 20 веке охота на них была запрещена, кроме случаев, когда их отлавливают для содержания в крупных европейских зоопарках. Встретить этих птиц можно лишь в чащих высокогорных лесов, где для них полно пропитание, фруктов, насекомых, ящериц, древесных лягушек и так далее. Обычно эти птицы держатся поодиночке. Пары встречаются не так часто. Некоторые виды моногамны и создают пары на всю жизнь. В этом случае самец помогает своей спутнице во всех гнездовых делах. Есть и такие, которые привлекают самку только на время тока. Затем она одна отправляется на постройку гнезда, насиживание яиц и выкармливание птенцов. Никакого участия. Свои гнезда райские птички в большинстве случаев строят на ветвях. И лишь королевская райская птичка устраивает его в дуплах деревьев. Самка откладывает и насиживает всего два яйца.